Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об анимации Blender. Начнем с самого простого примера. Поставим перед собой задачу заставить двигаться этот куб, который сейчас вы видите в сцене. Проще всего работать с анимацией в специальной вкладке Blender, это Animation. Если мы откроем ее, то мы увидим, что у нас есть несколько окон. Это у нас предварительный просмотр 3D Viewport, но только с позиции камеры. Это у нас стандартный 3D Viewport, иерархия сцены, параметры объектов, окно, допшит, редактор анимации и небольшое окошечко, это управление анимацией. Теперь давайте попробуем что-нибудь сделать. Пусть я хочу, чтобы у меня этот куб начинал двигаться с этой точки и заканчивал в этой точке. Соответственно, мне необходимо сейчас перенести куб по одной из оси. Это у нас пусть будет ось Y. Это начальная позиция. Затем я нажимаю горячую клавишу I. Появляется меню вставки ключей, об этом мы поговорим чуть позже. И выбираю здесь позицию Location, то есть позиция объекта. Теперь обратите внимание на вот это окно. Здесь у нас появились некие точки желтенькие. В данной точке называется понимание анимации блендера это ключи, то есть некая привязка объекта к каким-то параметрам. В данном случае у нас зафиксированы ключи анимации по позиции, по расположению объекта. Используя вот этот слайдер, мы можем выбрать нужный нам кадр анимации и таким образом взаимодействовать с ней. Теперь я хочу, чтобы у меня начинается, значит, у меня анимация с нуля, с нулевой позиции, а заканчивается на 30 позиции. Что я делаю? Я перемещаю куб на нужную мне позицию по Y, то есть на начало вот сюда. Нажимаю опять кнопку I, выбираю Location и таким образом у меня проставляются еще одни ключи, то есть ключи начала, ключи завершения. Все, анимация создана движение. Теперь я могу нажать пробел и мы видим, что куб движется как необходимо. Давайте немножечко поговорим об вот этой панели. Мы поставили анимация с нуля до 30. Что это такое? Это у нас кадры. В данном случае она показывает количество кадров в секунду. Если мы посмотрим в настройке блендера, настройки вывода, они находятся у нас вот здесь, то мы видим, что частота кадров у нас 24 кадра в секунду. То есть примерно получается, что движение анимации у нас должно будет длиться в данной ситуации 2 секунды. Раз, два. Допустим, что мы хотим, чтобы анимация у нас была чуть длиннее. Это тоже сделать очень просто. Для этого снимаем выделение, выбирая боксовую рамку B клавишем, выделяя нужные мне ключи и нажимая J, перемещая их куда мне необходимо. на 60. Теперь анимация у нас будет длиться 4 секунды. То есть 60 кадров. Вот таким образом можно регулировать длительность анимации. Рассмотрим еще один пример. Я создам новый объект сфера и заставлю двигаться только уже по оси Y, по оси X, извиняюсь. Ставлю на позицию 0, перемещая объект сфера по оси X в начало анимации. Начнет она у нас отсюда двигаться. Нажимая I, нажимая Location, ключи поставить для сферы. Потом перемещая на тридцатку, перемещая сферу на позицию 0 опять. То есть вот сюда, в начало. I, ставлю Location и таким образом у меня создана анимация. Если сейчас я нажму пробел, мы увидим, как у нас два объекта сталкиваются друг с другом. Допустим, мне необходимо несколько изменить порядок действия анимации. Пусть сначала у меня двигается куб, потом доходит до тридцатого кадра анимации и лишь потом начинает двигаться сфера. Как вы, наверное, догадались, сделать это очень просто. Нам необходимо выделить сферу, переместить все ключи анимации, начиная с позиции 30. То есть сейчас они выделены желтым, как вы видите. Нажимая J и перемещая мышкой, куда мне необходимо. Вот так. Теперь проверяем. Раз, два. Как видите, анимация у нас выполнена полностью. Рассмотрим давайте еще один способ анимации объектов. А данный вид анимации в Blender называется объектная анимация. Когда нам необходимо двигать объект по некой кривой? Конечно, можно это сделать вручную. Давайте посмотрим, как это сделать. Сейчас я сферу удалю, она нам не нужна. И займемся кубом. Вот у нас куб попал на эту точку. Потом мы, соответственно, куб захотели, переместили его по оси X сюда куда-нибудь. Поставили еще ключи анимации. Еще куда-то переместили. Поставили еще ключи. Таким образом можно создать целую цепочку анимации. Так, так, так. А если необходимо двигать объект по более сложной траектории? Вот этот способ, который я сейчас вам показал, он достаточно грубый. Есть несколько более изящные, такие интересные способы. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Для примера, даже не примера, а для красоты. Я сейчас создам объект новый, это будет стрелка, и попробуем ее двигать по некой кривой. Удаляю все, что есть в сцене, и быстренько сейчас сделаем стрелочку. Это значит, я добавляю меш. Теперь в режим редактирования я просто выделяю верхнюю часть. Экструдирую ненамного. Растягиваю ее по оси X. Вот так. Потом экструдирую ее наверх. Вот так. И нужно мне их объединить. Для этой цели я сейчас переключаюсь на вершины. Нажимаю менюшку, выбирая функцию совместить вершины по центру. Вот такая получилась стрелка. Чтобы она не была толстой, я ее просто по оси Z немножечко сожму. С Z. Нажимаем. Все. Стрелка готова. Теперь попробуем ее заанимировать. Опять перехожу в Animation. У нас есть специальный объект. Блендер, который называется PADS. То есть путь с английского переводится. Выберем его. Он находится у нас в меню кривых. Вот он. Сейчас его не видно, но вот он спрятан за стрелочкой. Поэтому стрелочку мы сейчас временно уберем. И посмотрим, что это за PADS такое. Если нажать на редактирование объекта, помните, наверное, edit, либо просто tap, как я делал со стрелочкой, то у нас появляются точки, которые можно перемещать. Например, я сейчас буду ее перемещать вот так. Как видите, кривая у нас сейчас изменяет свою форму. Вот таким образом можно создать необходимую себе кривую. Сейчас я немножечко и выровняю, чтобы у нас не была слишком уж кривой. Извините за тавтологию. Вот это путь. Именно по этому пути я хочу, чтобы двигалась моя стрелка. Давайте рассмотрим, как это делается. Вы уже знакомы с таким понятием, как модификаторы. Они находятся у нас вот здесь. Модификаторы — это специальный инструмент, который позволяет корректировать временно, корректировать внутреннюю форму объекта. Есть еще такое понятие, как constraint. Они находятся у нас вот здесь. Constraint служит для корректировки, для изменения поведения объекта. То есть, если модификатор у нас изменяет сам объект, то constraint, ограничители, если привести на русский, они корректируют поведение объекта и взаимодействие объекта с другими объектами. Вот именно здесь мы сейчас будем настраивать движение по нашему пути. Поэтому я выбираю нужный мне mesh и добавляю нужный мне constraint, который называют follow path. С английского переводится как следовать пути. Теперь здесь мне необходимо выбрать кривую, которая была создана. И видим, что объект начал как-то странно себя ввести. На самом деле сейчас пытается как раз следовать этой кривой, но так как у нас он еще не отстроен, то поэтому такое выглядит в забратье. Для начала необходимо наш mesh переместить в нулевые позиции, чтобы все работало корректно. Это можно сделать вот так. Выделил, нажал 0 и вот у нас получилось. Как видим, сейчас у нас path и mesh совмещены в начальной точке. Теперь что можно сделать дальше. Вот данная опция влияет на взаимодействие одного объекта с другим. Точнее не так. Как данный constraint будет влиять на прикрепленный к нему mesh. То есть если influence равен нулю, соответственно никак не влияет. Если это у нас единичка, максимальное влияние. Теперь посмотрим, как у нас происходит перемещение. Перемещение у нас должно происходить вот так. То есть изменяя вот это поле constraint, мы можем перемещать объект по кривой. Лучше включить fixed position, чтобы у нас было перемещение от нуля до единицы. Наверное, я думаю, вы уже догадались, что нам нужно анимировать сейчас не объект, не path, а вот именно вот этот offset. Это делается точно так же. То есть мы ставим нулевую позицию и ту позицию, с которой мы хотим стартовать реанимацию. Потом правой кнопкой по полевым мы щелкаем, появляется меню и выбираем insert keyframe. То есть ставить ключ. Как мы видим, у нас появились точно такие же желтые шарики, которые обозначают, что ключ установлен. Но сейчас у нас ключ установлен именно на вот это самое поле offset. Перемещаю на нужное место, будет 60 кадров будет. Далее ставлю следующую позицию вот так. Правой кнопкой и insert keyframe. То есть получается у нас сейчас, что анимация создалась. Если мы сейчас программ на пробел, вот у нас стрелочка двигается. Наверное, у вас возник вопрос, почему у нас стрелка сейчас двигается как-то по пути, но она не следует ему. То есть она всегда в одном и том же направлении. Чтобы это изменить, есть еще одна стрелочка, follow, то есть следует кривой. Вот нажимаем ее, и у нас получается, что теперь стрелочка у нас будет следовать абсолютно по кривой, то есть вращаясь в соответствии с кривой. Чтобы это было видно, я сейчас немножечко уменьшу стрелку нашу. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот видно, что она следует всем изгибам кривой. Вот в чем удобство этого способа? В том, что создав один раз анимацию, вы можете уже корректировать кривую, и таким образом стрелка будет следовать именно самой кривой. Вот сейчас я себе сделаю вот так. Сделать можно типа каких-нибудь американских горок. Вот так пусть будет. Видно, что наша стрелочка будет сейчас прыгать на своеобразных американских горках. Получилось. Итак, на этом занятии мы рассмотрели простую объектную анимацию, то есть когда у нас есть некий объект, пусть будет это куб, и к нему можно применить любую, любой тип анимации. А объектная анимация – это location, перемещение, rotation, ротация, соответственно, и scale, масштаб. То есть мы можем заанимировать вот эти три простых параметра объекта. Далее мы узнали, что у нас есть, соответственно, ключи. Ключи – это фиксация некого положения во времени и пространстве. Причем, если использовать данный допшип, то мы можем прекрасно эти ключи перемещать по временной шкале и таким образом отстраивать нашу анимацию по времени. И мы узнали, что есть движение по траектории с использованием пац. А самое главное, мы еще рассмотрели первый раз ограничитель – constraint. На этом урок закончен. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.